всем огромный привет добро пожаловать на мой канал сегодня начинаю снимать небольшой влог но прежде хочу ответить на два вопроса которые последнее время достаточно часто мне задают и первый из них это по поводу эпиляции депиляции и все что с этим связано как я борюсь скажем так с лишней растительностью на теле тем более сейчас это очень актуально так как сейчас лето пляжный сезон и тому подобное у меня есть видео на канале о фото эпиляторы вот он у меня до сих пор жив-здоров с ним ничего не случилось я оставлю ссылку внизу в инфобоксе про на видео где я снимала про этот фото эпилятор и оставлю также его название в общем я посмотрю на коробке название и модель и в общем в общем название модели оставлю внизу в инфобоксе снимала я это видео уже достаточно давно больше года наверное назад я продолжаю им пользоваться единственное что летом им нельзя пользоваться потому что может возникнуть пигментация поэтому летом не стоит и летом я и не пользуюсь данным средством единственно что могу только для глубокого бикини использовать его потому что часть тела все равно у меня никогда не находится на солнце скажем так пользуюсь я им уже ну наверно на года три может быть даже больше я очень сильно довольна единственное что результат вы заметите только через полгода к сожалению вот так вот я вообще если вы думаете вообще стоит покупать его или нет я советую приобрести его исключительно ну вот осенью ближе к зиме чтобы зимой полностью пользоваться тогда к лету вы увидите действительно результат сейчас результат ну просто потрясающий на ногах с учетом того что у меня черные жесткий волос на ногах волос практически нет вот практически нет если они даже где-то и растут это единичные волосики и они тоненькие мягенькие и нету знаете вот такой как сказать щетинки такой когда вот после бритья когда вы да когда волосики начинают отрастать то есть такой колючести у меня уже больше нет я пользуюсь им и бритвы то есть между скажем так сеансами и летом я использую бритву с использованием этого фотоэнфилятора перестали вообще возникать раздражение особенности на ли по линии бикини где у меня достаточно часто раньше возникали раздражение после бритья с этой штукой такого нет в общем ссылку на него я оставлю то есть принципе сейчас бритва но я крайне редко использую бритву не так как раньше я не знаю раз в неделю наверное примерно так вот то есть я очень сильно довольна я очень сильно советую но результат придется ждать к сожалению вот так вот с использованием его я не заметила увеличение какой-то пигментации на моей коже вообще каких-то пигментных пятен появление их на коже но я использую так как написано в инструкции то есть если кожа достаточно сильно загорелая я его не использую или если я загораю я его тоже не использую вот вот и все это что касается фотоэпиляции и еще ответить хочу на вопрос по поводу похудения почему я вообще не снимаю больше такие видео почему я не говорю об этом на своем канале вообще нету никакого продолжения все просто у меня на канале есть целый плейлист где порядка 27 или 28 видео я вам ссылку на этот плейлист тоже оставлю внизу в инфобоксе где я раскрываю ну наверное все на мой взгляд все темы связанные с похудением я говорю там обо всем абсолютно в том числе о срывах и каких-то не за психологических моментах и тому подобное что снимать еще на эту тему мне кажется любые другие какие-то видео это просто будто не знаю раздутые из мухи слона какого-то до обсуждать одно и то же постоянно я не вижу смысла я не худею сейчас сама меня полностью устраивает мой вес у меня не устраивает животик но во всем остальном меня все устраивает абсолютно и многие из вас мне говорят что на то что тебе не стоит больше худеть я тоже так считаю мой вес сейчас где-то 56 57 килограмм вот примерно в такой области он колеблется в принципе выше 58 килограмм я сейчас не видела на весах уже достаточно давно вот и основная моя система я не знаю основное моем как я придерживаюсь как я удерживаю вес как я худела это смысл один меньше есть меньше еды вот и все больше больше ничего нет в принципе это то на чем основана любой из любая система которая предназначена для похудения это меньше еды любая диета тоже на этом основана меньше еды меньше там калорий и так далее и тому подобное все сейчас я да я позволяю себе очень много я позволяю все что мне захочется просто я это дело в маленьких количествах просто я ем это все в маленьких количествах вот и все и мой вес стабилен он держится не на какие мне очень часто предлагают зачем-то я не понимаю зачем какие посидеть на каких-то системах на взвешивание еды и так далее я не знаю мне это не нужно сейчас я довольно своим телом кроме животика да и в принципе все поэтому бы таких видео на моем канале больше нет потому что я просто не знаю о чем еще можно что еще можно на эту тему обсудить было у меня очень много вопросов запросов на тему похудения их все выполнила и если у вас остались какие-то вопросы после просмотра данного плейлиста до не за интересующих вас вас тем у вас остались какие-то ко мне вопросы пожалуйста задавайте я может быть сниму какое-то видео как-то раскрою не знаю что то в этом поэтому вот так вот у меня происходит и поэтому больше я ничего не снимаю на эту тему я думаю что это понятно почему я перестала выкладывать в instagram свое питание потому что я уже писала писала или говорила я уж не помню честно по-моему я писала о том что он я столкнулась с некоторыми проблемами на этот счет с тем что некоторые девушки воспринимали мое нынешнее меню как меню для похудения садились на него прямо один в один повторяли и были с этим возникали какие-то трудности срывы и так далее и тому подобное и мои какие-то объяснения мои какие-то письма на этот счет они не воспринимались всерьез и поэтому я эту тему закрыла и прекратила эту тему даже сейчас снимать свое питание я не вижу никакого смысла абсолютно потому что я не питаюсь ни по какой системе я не сижу на правильном питании я позволяю себе кушать все в маленьких количествах я не вижу смысла показывать показывать что что я ем колбасу я не знаю вот для меня как бы непонятно зачем это необходимо и обычно кроме негатива больше ничего я не получаю и когда я задаю вопрос зачем вам необходимо видеть мое питание я не получаю ответа поэтому вот поэтому такого нет на моем канале потому что но если бы я кушала правильно питание какие-то по интересные бы у меня были бы блюда продукты возможно это было бы интересно так как у меня обычная совершенно обычное среднестатистическое питание я как бы не вижу смысла вот я думаю с этим все понятно но сейчас я вам хочу показать у меня уже было видео на канале о нашей с мамой кладовки где мы храним всякие запасы и всякие заморозки и закрутки и так далее и тому подобное я там делала уборку делала организацию я вам тоже ссылку на это видео оставлю внизу в инфобоксе и сегодня наконец-таки нам привезли холодильник мы купили холодильник такой достаточно простенький который имеет капельная капельную систему разморозки капельную систему охлаждения что-то такое я в этом не разбираюсь в общем его на необходимом будет размораживать я кстати смотрела бу технику мы ездили даже с мужем в один магазин где представлена бу техника господи как воняют эти холодильники девочки это какой-то кошмар они реально воняет так как будто там кто-то умер я не знаю это просто какой-то кошмар и мы решили этого не делать да и цена на самом деле не даже не 50 процентов то есть то есть тот холодильник который в обычном магазине стоит 20000 там продают за 14 за 15 тысяч смысла я в бу техники вообще не вижу с учетом того что все это дело воняет все это дело еще в плохом состоянии но в общем как то так поэтому мы купили новый заказала у меня муж его через интернет нам привезли с доставкой на дом в общем сейчас покажу вам свою кладовку покажу что у нас там находится надеюсь будет интересно и вот наша кладовка вот так вот она выглядит сейчас ведь ему тут всякая косма мы храним тут вот запасы всякие у нас наверху тоже до повыше от мальчишек по выдаче выдаем вот и потом наш с мамой новенький холодильник дома красота вот так вот называется марка он с доставкой обошелся нам 17 500 но это с доставкой мы в пригороде живем так что а вот это кстати морозильная камера которую я уже разморозила там все съели не надо будет только помыть вот так вот она мне открыто стоит пока не начнем загружать вот этот холодильник покажу вот так то есть морозилка внизу вот система как я уже стала капельная точно будет размораживать для для нас мама нет проблем никаких как раз у нас нижняя полочка будет ну полки потом переставлю для хранения собачьей еды кастрюлю сюда как раз в рост до варенку как вам ее называет вот но наверху поставим баночку вот еще осталась кабачковая икра которую она без уксуса поэтому я надо хранить прохладном месте как раз таки в холодильнике я ее и поставлю до свеклу тоже которым он это дело ведь у нас тут еще грибочки всякие остались свеклу которая мама делала крючила прошлую зиму точно что заготовок тут осталось как раз вот такая штучка мы не понимаем зачем она с мамой но видно чтобы бутылку поставить чтобы она не выпала такие полочки классные и внизу морозилка получается на три выдвижных ящиков еще сверху вот такой мы тоже не поняли зачем наверно для кубики может кубики для льда может быть возможно кстати зелень хранить ну вот мы замораживаем зелень и и он кажется как раз можно здесь укроп какой-нибудь я замораживаю да так что вот такой вот у нас с мамой рада 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 да с собачьей едой у нас потому что получается с кастрюля супа то некуда поставить кастрюлю с собачьей едой так что вот такой вот у нас новый друг кстати у меня на канале есть уже рецепт как я делаю корочковый круп из уксуса ставлю вам тоже внизу на фабоксе она очень вкусно получается как магазинная вот и как мама делала вот эту маринованную маринованную свеклу вот такой вот у меня тоже есть видео на канале так что я тоже оставлю вот он получается как салатик с луком жареным тоже кстати очень вкусно ее открыл и вот просто просто вкусно там делали много в прошлом году с мамой у меня тут запасы макарон которые я покупаю на всяких распродажах тоже с мамой сюда ставим тоже огурчики там еще компот остался вот так мы храним здесь морковку вот в таких и картошку в этих я спала в леруа мерлен дамы здоровские что здесь вот есть такие зазоры то есть получается в темноте то есть не цветет но при этом дышит все вот так что вот такая вот у нас теперь с мамой новиночка мы супер счастливы с ней давно не то слово не то слово до пришлось собаку сухой корме давать потому что каши быстро портились то что так вот и сейчас сказали что 6 часов он должен отстояться что там все осело у него то есть как раз на ночной этот фреон или как он там называется то что внутри там чтобы хорошо заработала и потом его же как раз завтра включим и будем тут все докладывать закладывать да и это самое еще да кстати у меня здесь в морозилке единственный минус я покажу морозильной камере если вот вы думаете я извиняюсь на грязно ведь и выдвигается и здесь сетка если вы кладете сюда ягоды то пакеты с ягодами они получаются одну вниз сюда цепляются когда вы запрягаете пакеты рвутся вот минус этой морозилки но она все равно нравится все равно хорошо так что мы в этом году с мамой побольше ягод собрались в лес в этом году с мамой пойти по чернику и чего-нибудь еще брусника да потом тоже поснимаем когда она пойдет и у нас есть еще дополнительная морозилка ура ура так что вот так вот я надеюсь вам понравилось такое видео оно было для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал не забывайте что все ссылки я вам оставляю внизу в инфобокте ставьте пальчики вверх оставьте кстати свои комментарии по поводу бу техники приобретаете вы ее или нет если приобретаете то где и как вы вообще относитесь бу техники вот мне будет очень интересно почитать всех люблю целую до новых встреч